Большой пикап Chevrolet Silverado пережил рестайлинг месяц назад. По современной моде фары стали диоднее, экраны мультимедийнее, а главное, в гамме Silverado впервые появилась приключенческая версия ZR2. А поскольку внедорожные пикапы вошли в американскую моду, то неудивительно, что более дорогой пикап GMC Sierra тоже обновлен по схожей программе. Достали Sierra и новые фары с анимированными поворотниками и бамперы с решеткой. Но главное, у GMC теперь свой собственный интерьер во всех версиях, кроме начальной. Передняя панель переделана целиком. У неё горизонтальные дефлекторы вентиляции, широкоформатный 13-дюймовый дисплей медиасистемы и виртуальные приборы. Моторная гамма вторит родственному Chevrolet. Из неё вырезали атмосферный V6, зато оставили турбо-четвёрку 2.7, переработанную настолько, что удалось прирастить аж целую сотню ньютон-метров. Атмосферные бензиновые восьмёрки с отключаемыми цилиндрами не тронуты, как и рядный шестицилиндровый дизель. Но зато дизельным Sierra усилили раму. В результате разрешённая масса прицепа выросла в полтора раза. Буксировать можно почти 6 тонн. Что касается бездорожья, то версия AT4 у Sierra уже была. Поэтому придумана ещё более подготовленная AT4X, с усиленной подвеской, увеличенным клиренсом и блокировками дифференциалов. Любителям роскоши адресована новая топ-версия Denali Ultimate, которая помимо кожи, дерева и 22-х колёс, без доплаты оснащается полуавтопилотом Super Cruise. Это адаптивный круиз-контроль, который умеет самостоятельно перестраиваться на главных трассах США и Канады, общей протяжённостью 320 тысяч километров. Подразделение Chevrolet Performance, выпускающее двигатели из коробки для тюнеров и кастомайзеров, пополнило свой каталог безумным биг-блоком с индексом 632. Это в кубических дюймах. По сути, американцы модернизировали свою готовую восьмёрку 572, которую ставят на заводской Dragster Chevrolet Coppa Camaro и увеличили рабочий объём на литр. Итого тысяча сил на обыкновенном 98-м бензине и с распределённым впрыском. Конечно, никаким эко-нормам это не отвечает, но покупателям важнее, что на стенде мотор выдержал 200 стартов в режиме дрэкрейсинга. Продажи обещают в следующем году. Для справки, исходный 572-й мотор стоит от 16 тысяч долларов. Субтитры создавал DimaTorzok